я вас приветствую сегодня у нас такой хороший солнечный день а я прочитала что завтра может быть дождь поэтому я сегодня тут постирала свою стирку которая у меня уже набралась стиральной машине и вы знаете начала вешать но я еще немножко раньше с утра на балконе заметил какую-то странную вещь причем не сегодня это даже началась еще вчера это петрушка украшает балкон петрушка кто не знает газание это мои гераньки так базилик у меня чернобрейвцы вот теперь возвращаюсь вчера помните я снимала вчера или позавчера видео на балконе и показывала зрителя какая красивая гипсофила а потом я ниже и тут у меня стояли три горшочка с этим алисумом кстати очень плохо переносит солнце на балконе я с утра не поливала потом пришла позже и они так все куда вот улеглись эти не знаю как они называются ну побеги эти все или как оно там называется цветочки все эти и я быстренько давай поливать водой ничего отошли так у меня этот цветок стоял с этой стороны этот стоял посредине а еще мне третий цветок есть и вот вчера на третьем цветке после того как я там или когда там я снимала видео я подумала подумала чернобрейцы красивые я подумала я его поставлю вот сюда может быть ему там солнце мало или чего-то мало и вы знаете я вчера когда его сюда переставляла среди его несчастный я обратила внимание что у него смотрите как будто вот срезанные или кто-то объел его вот так было и вчера мне так это было странно я этот горшок обсмотрела со всех сторон подумала может там где какая улитка прячется или какой-то слизень но ничего не увидела ничего не нашла поставила сюда прихожу утром смотрите валяется одна веточка вторая веточка валяется я ничего не понимаю совершенно ничего не понимаю кто может объедать причем один цветок на тех двух которые тут стоят яшу такого не замечаю на этой точно не вижу на этой тем более не вижу слушайте это очень интересно кто-то так сказать тут живет значит я решила что наверное я его вытащу из этого горшка пересажу в другой на время ну а если кто-нибудь его так сказать уже доест так что бороться бесполезно и смотрите он как-то так выглядит странно политый все какой-то такой вялый очень это интересно я первый раз такое вижу товарищи если вы с таким сталкивались напишите мне кошмар какой-то берет и объедает твои цветочки так но у меня тут хочу вам показать ну вы же а когда раскрытые полностью орхидеи видите часто когда начинают свисти вы тоже видите это вот когда она заканчивается они заканчивают свисти я хотела сказать когда она орхидея заканчивать свисти вы не часто такое видите вот я вам еще дать возможность на это посмотреть ну вот здесь вот смотрите моя веснушка недаром я вам говорила смотрите смотрите закрывает один цветочек второй цветочек дальше моя орхидея которую я называю pink розовая меня нет для нее имени смотрите прям что называется все цветочки одномоментно начинает закрывать а а вот они которые уже позакрывались они вот так вот по одному цветочку держат это кимоно такая интересная была обыкновенная обыкновенная она а вот последний цветок раскрыла почему-то таким пилориком что значит пилорик а вот он такой на тюльпанчик смахивает клеопатра держит там один цветочек ну так как они держат ну не только эти ну тут я еще понимаю тут знаете с этой стороны тут цветонос новый растет смотрите уже какой он потому светло-зеленый да видите ну друзья могу это понимать почему она решила эти ну а эти уже отсветают смотрите гетебор как прям так одномоментно берет и сушит все цветочки хотела срезать уже этот цветонос сегодня а потом вижу тут еще есть один цветочек ну вот не буду эти две веточки срежу сегодня а эту пока оставлю вот и будет так висеть на ней какое-то время так стирка моя сушится тут тут ну тут как бы пока еще пока еще имеется что-то такое цветущие хорошо хорошо цветущие тренто тут тоже два цветочка осталось цветем цветет цветем ну попугайчик тоже отцветает отцветает вот остался один цветочек ой ну это пока меня радует между прочим воробьи лезут вот там вот в кухонную от этого так ну меня там открыта форточка господи толпами лезут летают по комнате один такой нахальный я его выгоняю он взял а этот цветок у меня стоял там там поливался сегодня мантрё так этот нахальный воробей садится мне прямо на цветок прямо на ветку визуально качается на ней спасибо его выгоняю прогоняю ужас какой-то ой я такая уставшая хочу вам сейчас рассказать я сегодня на себе ставлю эксперимент ой так сейчас я уберу от это вот это уже высох высохшая высохшая то что я стирала простыночку там еще билишка какой-то а сяду сяду на диванчик сяду на диванчик и расскажу вам какой я на себе ставлю сегодня эксперимент даже само интересно продолжаю я все в этой эпопее как вы помните кто постоянно смотрит так может помнит а кто не постоянно забыл или не знал о том что у меня поменяли лекарство от давления и из-за этого у меня как бы образовался побочный эффект то есть начали слезиться глаза я за последние уже там два месяца пытаюсь добиться это прекратилось до настоящего времени я шла по пути поменять лекарства завтра я пойду к врачу мы там будем обсуждать этот вопрос мы уже один раз обсуждали только она поменяла мне другое лекарство я его попробовала мне оно не подошло я вернулась назад к старому завтра я приду и это скажу а все-таки я буду обсуждать с ней завтра вот это лосартан лекарство от давления которая раньше была акуретик от файзер теперь лосартан от новозеландской компании и вот от этого у меня там и спина болела и из глаз слезы текут ну и так далее тоже из глаз слезы текут как вы помните это мне врач-гвозник который я ходила который очки подбирает глаза проверяет она мне сказала что это похоже на аллергию ну а потом я придя домой вспомнила что у меня новое лекарство а там я ей не сказала я забыла это и поэтому я для себя и уже с врачом терапевтом решили что это как бы побочный эффект мне уже один раз от этого эффекта выписали капли в глаза капать а я прочитала что от этих капель бывает затрудненные затрудненное дыхание и одышка одышка бывает я те капли это было давно лет десять назад по какой-то причине я уже не помню захотелось делать профилактику для глаз я один раз капнула у меня это случилось я перестала это делать и вообще больше глазами в этом плане не занималась а теперь теперь мне когда я первый раз пожаловалась на то что с глазами эта проблема мне тоже терапевт выписала капли я почитала а в них был вот этот тоже посторонний эффект одышка я их не захотела употреблять а потом когда я пошла глазному врачу и рассказала ей что у меня эти капли были выписаны а я их не использовала она мне предложила другие капли вот она мне их предложила сейчас я скажу как они называются эти капли я их не получала я же была у нее ну наверное уже три недели прошло как я была у нее значит эти капли называется о лопат один о лопат один вот она мне их выписала сказала что от них как бы там ничего такого не должно быть ничего не должно быть сейчас я прочитаю у них побочный эффект вы упадете в обморок значит а чё я их решила пойти значит какой я решила поставить эксперимент я подумала ну кто его знает как поменять лекарство от давления это серьезно правда серьезно я ненавижу новые таблетки никакие я все ненавижу новые таблетки все 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 потому что у меня есть такой плохой опыт с антибиотиками аллергия и поэтому я решила думаю ладно я не получала эти капли потому что я хотела поменять лекарство посмотреть что из этого получится от давления я решила сегодня вчера вечером решила пойду ка я наверное получу эти капли и попробую а вдруг они будут снимать этот эффект или снимут навсегда знаете от спинаж которая я считаю было именно от этого лекарства то что никогда такого не было раньше и никогда так дико не болела спина два месяца как-то прошла я думаю может я пока по и у меня так сказать организм привыкнет к этим таблеткам я сегодня утром пошла и решила их получить получила заплатила 10 долларов потому что а ну не знаю наверное от глазного врача лекарства не субсидируется заплатила заплатила получила где-то пузырёчек упал извините улетел куда-то а вот сейчас достану хочется лучше получать как говорила моя мама ты себе спешишь она себе спешит значит такая коробочка ну все вы сто раз видели конечно всякие эти лекарства глазные пузырёчек маленький написано после того как его открыли использовать только месяц за что тут использовать целый месяц а надо копать по две капли два раза по не по две капли а использовать две капли в один глаз во второй глаз утром допустим до два раза в день и и один и второй раз в каждой ну по одному по одной капле в каждый глаз два раза в день то есть получается четыре капли в день ну не знаю хватит тут на месяц ну насколько хватит может я и больше вообще не буду использовать кто его знает не будем об этом говорить и загадывать ну я же его получила пришла домой давай читать побочные эффекты там прочитать побочные эффекты от каких-то таких глазных капель значит так вот это вот первое набрякание вот как бы отек век отек век на глазах это побочный эффект глазная боль размытая это видишь а тебе будет размыто смотреть ощущение как будто что-то попало тебе в глаз увеличение слезоотделения хочу шейк принимать уменьшить его сухие глаза красные глаза красные веки чесаться будут веки чесаться я не знаю что такое это я пытаюсь прочитать красти айлиц красти красти ну не знаю красти красти это что-то такое хрустящее по моему так ладно не будем уже это читать хорошо увеличение чувствительности к солнечным лучам головная боль векнес это так такое состояние приторможенная не очень хорошее дизельность головокружение изменение ощущение вкуса еды это лекарство это не яд это лекарство которое должно тебя лечить сухой нос сухие губы красные или такие как бы знаете не гладенькие такие точки красные такие чуть-чуть приподнятые дал отдавать так немножко воспаленные на коже тошнота потом может чесаться кожа может чесаться руки-ноги difficulty in breathing проблемы с дыханием одышка ой но ждут еще порозовение и еще что-то должно чесаться на коже очень ужас какой-то ужас какой-то ночью я это прочитала прочитала но решила возьму себя в руки возьму себя в руки и все-таки попробую капну взяла попробовала я сначала хотела капнуть в один глаз в этот я так поднесла но знаете у меня нет опыта капать в глаза я вроде бы в зеркало а но наверно надо было сильнее я как-то даже и не успела толком придавить эту штучечку и мне показалось что я уже капнула туда но наверное нет наверное нет такое у меня ощущение потому что потом я решила я подождала пять минут думаю так одышка появится ли что-нибудь из этого вроде ничего тогда решила надо капну его 2 2 ну в этот я уже капнула знаете как полагается почему я это поняла потому что ну понял что в глаз как бы как вода тебе попадает до его закрыла подержала открыла поэтому я так думаю меня получил за эксперимент только на один глаз но это было где-то часов 10 утра и вот я все время теперь пытаюсь понять если я туда не очень капнула а сюда как бы капнула как положено есть ли у меня какая-то разница в ощущениях знаете может если это внушаю но мне кажется какая-то разница все-таки немножко есть и тут как бы как бы еще что-то такое типа слезки есть а тут как были не ощущаются в день даже товарищи у вас какой-то это я подопытная из себя сделала подопытную морскую свинку ну а что делать что-то надо делать надо же как-то излечиво ну вот пока по еще вечером и посмотрю и наверное может быть посмотрю как это дальше будет и не знаю как там на утро уже будет потому что ночью она тоже потом просыпаешься утром а у тебя такое ощущение что знаете тут оно как выжота было ужас какой-то деду взялась на мой голову что такая реакция на на это от давления но тем не менее все равно завтра я поговорю с врачом по поводу этих таблеток хотя они как бы с давлением вроде бы неплохо вот я меряло там два дня до этого до сегодняшнего было так где-то и потом 150 на 80 вы для меня это очень хорошее давление это знаете 140 90 это норма уже считается верхний край нормы да ну а если так 150 так оно ничего вроде бы то есть вроде бы как-то уже я и не противо оставить эти таблетки ну не знаю с врачом завтра поговорим поэтому я все-таки решила попробовать это на глазах завтра потом скажу знаете я вспомнила я ж прожила мы с мужем я прожили 15 лет я со спик рукой прожила она все время у нее диабет был а у них же там с глазами проблема у этих диабетчиков и она все время капала себе какие-то витамины в глаза еще что-то такое капала на холодильнике даже хранила тут написано 25 градусов ну что в квартире так и есть сейчас не жарко летом уже уже как бы и не лето у нас уже осень пошла так температура не 25 и на время капала 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 какие-то одни капли вторые капли капала я так думаю пипеткой капал что интересно пузырька набирала не то что-то тебе дают и прям уже сразу капаешь туда в глаз ну знаете тоже было очень давно 40 лет назад сейчас уже что-то меняется поэтому поэтому значит ставлю на себе такой эксперимент доложу вам как это завтра будет выглядеть какие будут ощущения вот эти все время пытаются сейчас даже моргают и так пытаясь понять если у меня разница между этими двумя глазами то что все таки я думаю что я не попала толком то есть я даже придавить не успела ну так еще думаю думаю вот а ну завтра расскажу как и что надеюсь вы полюбовались на мантрю знаете это я смотрю на нее думаю боже такое чудо удастся ли мне когда-нибудь еще вырастить нечто подобное вот у меня это было такая аж как она там называется это была пташа упала и поломалась андора она тоже была такая красивая в ней тоже были такие цветоносы с такими цветами но не настолько как это любитесь пока пока есть на что а то уже так раз-два и нету уже так вот посрезайте которые вам показала до этого чик-чик и все и останутся одни листики мы тоже так люди по цветем по цветем брызг и все куда уже там цвести уже не отцвели ой так ну ладно я пошла у меня уже вечер у вас как раз еще наверно там утро день начинается у меня сейчас 6 часов это в украине 7 часов утра когда я записываю это видео сейчас где-то через часик и уже вы будете его смотреть надеюсь у вас будет хороший день и ничего не прилетит на голову я на это очень надеюсь и желаю вам спокойного дня у меня